Городок Горлицы на юго-востоке Польши, лежащий в предгорьях Бескит, в 1914 году стал свидетелем ужасных событий. В первые дни войны австрийские власти по доносам поляков и униатских националистов арестовали всю русинскую интеллигенцию Лемковщины, древнего русинского края. Им она казалась сплошь пророссийской. Подозрение обосновывалось тем, что Лемки русины выражали симпатию к православию, задумывались о том, что греко-католичество навязано австрийцами и поляками вероисповедания. Среди арестованных был и молодой батюшка Максим Сандович, проповедовавший своим землякам возвращение к праотической православной вере. Их не любили ни поляки, ни австрийцы. Это был очень бедный народ, который хотел, чувствовал связь с Россией, чувствовал связь с русским народом. И когда вспыхнула, началась Первая мировая война, без суда тогда по произволу австрийских командиров были уничтожены не сотни, не тысячи, а десятки тысяч людей. Священномученика Максима австрийские военные расстреляли без суда и следствия 6 сентября 1914 года во дворе горлицкой тюрьмы. Перед взорами десятков таких же заключенных лэмков русин. Сейчас на месте расстрела отца Максима мемориальная таблица на стене городского самоуправления. Среди тех, кто приходит с святами к памятному месту, и экс-консул Астрии в Варшаве, госпожа Андрея Занхакер в православном крещении Анастасия. Наша собеседница вспоминает, что прибыла в Польшу по долгу службы как раз в день памяти священномученика Максима. Именно она впоследствии перевела молитвы к святому на немецкий язык. Честно говоря, я могу сказать, между тем, он мой личный, самый любильный, святый, православный мученик. И хотя это все было сто лет тому назад, биография и все, что он пережил, и политически, и по-духовному, по-моему, это очень актуально, и это очевидно. И я, как австриака, все-таки ребенок Запада, через его попробую еще быть больше глубоко в православную веру. Прошло более двух десятилетий с тех пор, как отец Максим Сандович прославлен во святых. Его мощи почивают ныне в кафедральном храме Святой Живоначальной Троицы в Горлицах. Праздничное богослужение в начале сентября возглавили архиепископ Люблинский и Хомский Авель и епископ Перемышльский и Горлицкий Паисий. Можно говорить о том, что мученическая смерть за православие стала осознанным выбором отца Максима. Он, выросший в униатской русинской семье, в среде, где помнили о своих православных хронях, всегда мечтал о служении Богу. Юноша не нашел духа любви в базилианском монастыре. Оттуда дорога привела Максима в Почаевскую лавру. Убедившись там в истине православия, Максим Сандович затем отучился в Житомирской православной семинарии. Архиепископ Антоний Храповицкий предлагал талантливому семинаристу службу в Киеве. Но отец Максим испросил благословения служить в родной Лемковщине, проповедовать про отеческую веру родному народу, насильно ввергнутому вунью. Уже тогда владык Антоний предупредил семинариста, что этот путь может оказаться крестным. Последние слова отца Максима за секунды до расстрела стали заветом для его земляков. Пусть живет святое православие, пусть живет святая Русь. Его замучили за то, что он проповедовал православную любовь, но его кровь не пролилась напрасно, укрепила наших людей. И когда суждено было им зайти на Голгофу концлагеря Талергов, люди сохраняли снимки священномучника Максима как самую дорогую святыню, молились ему, чтобы он заступился перед престолом Всевышнего за своих верных людей. И когда после Первой мировой войны выжившие люди вернулись с Голгофа и Талергофа, в 1926 году лемки, русины начали возвращение в православие. Материал подготовлен при содействии Свято-Илисоветинского Минского монастыря, Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», горницы, Польша.